Добрый день, в данном видео мы расскажем вам, как создавать базы контактов. Есть три типа базы. Это сторонние подписчики добавлять, потом подписчики аккаунта и подписки аккаунта. Сейчас мы добавим сторонние аккаунты. То есть для этого нам нужно добавить список аккаунтов, вставляем их. Мы, например, сейчас ставим 5. Сохраним сразу их. Нажимаем «Сохранить». Как видим, появилась зеленая галочка, и они отобразились здесь. Скорость добавления в базу зависит от количества базы. То есть 10 тысяч добавляете, естественно, будет дольше. Чем меньше, тем быстрее, тем больше, тем медленнее. Информация указана в социальных сетях по скорости добавки и проверке аккаунтов. Как видим, аккаунты отобразились. Здесь 5 аккаунтов. И видим, вверху написано «Общая база 5 аккаунтов». Сейчас вы нажимаете «Проверить аккаунты», и сервис их проверяет. То есть они меняются на зеленые галочки. Опять же, скорость проверки также указана у нас в социальных сетях. После этого, как мы их проверили, вы создаете группу. Потому что сейчас они у вас в общей базе контактов. Вы создаете группу. Не знаю, там. Тест 1. Нажимаете «Сохранить». У вас она отобразилась. Также здесь, внизу, вы видите, отображается общая база. Сразу. «Контакт». Вы здесь нажимаете «Отправить всех в тест 1». Таким образом, все эти аккаунты будут сейчас отправлены в нашу группу. Нажимаем «Сохранить». Как видим, 5 аккаунтов перенеслись из общей базы в нашу базу, которую мы создали. Для того, чтобы это сделать в следующую базу, вы также нажимаете «Добавить список аккаунтов». Нажимаете «Сохранить». Сервис сейчас обновится сам. И добавят эти аккаунты. Как видите, он добавил их в последнюю базу, потому что он добавляет в последнюю. Это неправильно. Вы делаете. Создаете группу контактов. Нажимаете ее «Тест 2». И нажимаете «Сохранить». И после этого, как раз, добавляете список аккаунтов. Так, сервис обновился. Как видим, что эти 5 аккаунтов у нас в новой группе, в которой мы создали, 0 аккаунтов. И в общей базе 5 контактов. Все. Мы, значит, делаем. Также проверяем аккаунты. И нажимаем «Отправить всех». «Тест 2». Тест 2. Все. В тот раз мы добавили, не добавляли сюда группу. И у нас аккаунты добавились в группу номер 1. «Тест 1» 5 аккаунтов. Для того, чтобы нам сейчас добавить еще, чтобы правильно работало, опять же, создаем в начале группу «Тест 3». Сохраняем ее. Как видим, в общей базе 0. В предыдущей базе 5. И нажимаем «Добавить аккаунты». Как видим, сервис обновился. В общей базе, как видим, указано 5 контактов. И также мы здесь нажимаем «Отправить всех в Тест 3». Из общей базы, как видим, они исчезли. То есть, чтобы нам добавить, там, создать четвертую базу, мы обязательно создаем группу 4. И только потом загружаем новую группу. Чтобы не попала у нас в предыдущую группу ваша база. Вот. Таким образом вы создаете контакты. А если вы, там, создали, например, посторонним подписчикам делаете, то все понятно, все рассылается следующим образом. Да, вот так вот, ну, делается. А если вы будете подписчиков или подписки, то тоже, даже, загружать, то обязательно вначале создаете группу, да, чтобы у вас в общую базу все не падло, там, «Тест 5». «Тест 5». Потом заходим, ну, сохраняем. Так, сохранили, да. Заходим, значит, в аккаунты. Ну, смотрим, из какого аккаунта вы там будете загружать подписчиков или подписки, да. И после этого они у нас отображаются, когда вы нажали, там, ну, либо здесь, да, то есть загрузить подписки, либо здесь загрузить подписчиков. И ждете, когда загрузится. И после этого выпадает в общую базу. Также выбираете, там, «Отправить всех в Тест 5». Вот. И перед отправкой обязательно тогда проверяйте базу, вот. Ну, или вы вначале можете создать там много баз, потом их проверить, да, либо вначале загрузить базу, у вас будут, да, вот, как, ну, если зайдем сюда, будут здесь стоять вопросики, то эта база не проверена. Вот. Для того, чтобы ее проверить, обязательно нажимайте «Проверить аккаунты». Все, будет крутиться шестеренка. После какого-то количества времени появятся здесь галочки. Все, таким образом эта база проверена, и вы можете по ней делать рассылку. Все, следите за нашими обновлениями в социальных сетях, пишите в техподдержку. Спасибо, удачного дня.